Добрый день! Меня зовут Чурбанов Алексей Анатольевич. Сегодня мы с вами будем изучать Печищенский разрез. Печищенский геологический разрез является стартотипом Верхнеказанского подъяруса Пермской системы. Впервые детальное описание разреза было проведено профессором Наинским в 1899 и 1924 годах, который подразделил его на 8 серий. В современной терминологии они называются пачками. Эти пачки были объединены им в три комплекса. Позднее разрез изучали Игнатович, Ларионова, Тихвинская, Черданцев и другие геологи нашего университета. Моисей Герцович Солодуха и Евгения Ивановна Тихвинская дали комплексам Наинского детальную палеонтологическую характеристику, увеличили их количество до четырех и придали им статус биостратографических горизонтов. В настоящее время, согласно Стратеграфическому кодексу России, горизонты Солодуха и Тихвинской рассматриваются в качестве слоев с географическими названиями. Описание разреза основано на данных всех предыдущих исследователей. Литологический анализ был проведен Диденко. Печищенский геологический разрез располагается на правом берегу реки Волга, у северо-восточной окраины села Печища, примерно в 250 метрах ниже по течению от устья Большого Печищенского оврага. Часть разреза закрыта осыпью в современное время, часть его хорошо видна в стенке на обрыве Стамскова. В прошлом веке здесь располагались каменоломли по добыче известняка, который использовался не только в качестве строительного камня при строительстве Казани, в частности Казанского Кремля, но и шел на обжиг для добычи извести, который использовался в качестве цементного раствора. На берегу остались остатки печей для обжига известняк, и, собственно, по этим печам село Печищи и получило свое название. В основании разреза залегают органогенные известняки нижнеказанского подъяруса. Характерной фауной для них являются бархиоподы рода Лихоревия, которые выше по разрезу не встречаются. При низком уровне воды выходы этих пород можно наблюдать в устье Большого Печищенского оврага, но на данный момент они затоплены. Мощность этих отложений примерно полтора-два метра. Выше, на нижнеказанских отложениях залегают породы приказанского горизонта, представленные доломитами в основном. Это пачки ядреный и слоистый камень. На Печищенском разрезе они практически не обнажены, перекрыты осыпями. Лишь по дороге на подъеме в гору скрываются толсто-слоистые плотные доломиты из слоя четыре рубца, которые находятся в основании пачки слоистый камень. Общая мощность этого горизонта приблизительно 12 метров. Выше по разрезу располагается Печищенский горизонт. Он представлен пачками Подбой, Серый камень и Шиханы. Пачка Подбой представлена рыхлыми, мергелистоглинистыми породами и почти везде закрыта осыпями. В основании пачки располагается маркирующий горизонт, который называется Руководящая глина. В разрезах он выделяется по более темному серому цвету. Мощность пачки Подбой примерно полтора-два метра. Пачка Серый камень частично скрывается над осыпью в основании крутой стенки Печищенского разреза и представлена массивными толстослоистыми доломитами. В верхней части окремнелыми. Общая мощность порядка 6 метров. Выше эти доломиты сменяются пачкой Шиханы. Границу можно провести достаточно четко по смене толстослоистых доломитов пачки Серый камень на тонко-волнисто-слоистые белые, сильно кавернозные доломиты пачки Шиханы. Поскольку формирование пачки Шиханы происходило в условиях повышенной солености, то в этой пачке отсутствует пауна. Многочисленные каверны в этой пачке могут быть заполнены гипсом, вторичным кальцитом или быть пустыми. Мощность пачки Шиханы приблизительно 2 метра. Далее по разрезу располагается верхнийуслонский горизонт, представленный пачками Апоки и Подлужник. Пачка Апоки сложена мергелисто-глинистыми рыхлыми породами и поэтому довольно часто закрыта осыпями, образуя более пологие формы рельефа. По цвету эти породы имеют более желтоватый оттенок, что тоже помогает охарактеризовать эту пачку. Общая мощность пачки около 9 метров. Выше располагается пачка Подлужник. Она представлена белыми трещиноватыми доломитами, в верхней части загипсованными, а также с гнездами кальцита, холцедона. Общая мощность пачки Подлужник около 9 метров. В самой верхней части Печищенского разреза залегает Марквашинский горизонт. Пачка переходная. Она сложена мергелисто-глинистыми породами, в верхней части оливролитами. В средней части пачки расположен Модиоловый горизонт, в котором попадаются многочисленные двустворчатые моллюски рода Модиола консаблина. В Печищенском разрезе переход от пачки Подлужник к пачке Переходная определяется по смене цвета на более серый и смене пород на породы более глинистого состава. Мощность пачки Переходная около 9 метров. Но в самом разрезе видно метр-полтора от этих пород. На вершине склона этого разреза наблюдается серия карстовых воронок, имеющих техногенное происхождение. Они связаны с обрушением кровли старинных штоллин по добыче известняка. Некоторые из них имеют открытый выход на поверхность. Большая часть представлена провалами в грунте. В верховьях Каменного оврага, в северо-западной части поселка Верхний Куслон, мы можем наблюдать две стенки этого оврага, которые расположены почти под прямым углом друг к другу. В этих стенках мы можем наблюдать видимый наклон слоев. По видимому наклону слоев в этих стенках мы видим, что они направлены навстречу друг к другу. И изображение похоже на синклинальную структуру. Но на самом деле это не значит, что здесь находится синклинальная складка. Здесь у нас моноклинальное залегание. И соответственно задание по этой точке определить истинные элементы залегания по двум видимым в этих стенках. Восточная стенка. В ней азимут падения составляет 30 градусов, угол падения 6 градусов. Северная стенка. В ней азимут падения составляет 115 градусов, угол падения 10 градусов. В учебнике по структурной геологии это задание называется «Определение истинных элементов залегания по двум видимым падениям». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова